Здравствуйте, ребята! Это я, снова с вами, Алена Викторовна. И сегодня я хочу вам рассказать зимнюю сказку, которую написал Сергей Козлов. Некоторые из вас уже знают эту сказку, но, может быть, вы захотите её послушать ещё раз. Начнём зимнюю сказку. С утра падал снег. Медвежонок сидел на пеньке, задрав голову, и считал упавшей на нос снежинки. Снежинки падали, они были сладкие, пушистые, и прежде чем опуститься на землю, они вставали на цыпочки. Ах, как это было весело! Седьмая, пошептал медвежонок. И, полюбовавшись, обрезал нос и съел снежинку. Но снежинки были заколдованы. Они не таяли, они продолжали оставаться такими же пушистыми. У медвежонка в животе. Ах, здравствуйте, голубушка! Сказали шесть снежинок своей подруге, когда она пустилась рядом с ними. В лесу так же безветренно? А медвежонок все так же сидит на пеньке. Ах, какой смешной медвежонок! Медвежонок слышал, что кто-то разговаривает у него в животе, но не обращал внимания. А снег все падал и падал. И снежинки все чаще и чаще опускались ему на нос, приседали и, улыбая, говорили ему. Здравствуйте, медвежонок! Очень приятно! Ответил медвежонок. Вы шестьдесят восьмая. И облизывался. К вечеру он съел триста снежинок. Ему стало так холодно, что он едва добежал до своей берлоги. Лег спать и заснул. И ему приснилось, что он мягкая, пушистая снежинка. И что он, он опустился к какому-то медвежонку на нос и сказал. Здравствуйте, медвежонок! А в ответ услышал. Очень приятно! Вы триста двадцатая. Пам-пара-пам, пам-пара-пам! Заиграла музыка. И медвежонок закрутился в сладком волшебном танце. И триста снежинок кружилось вместе с ним. Они мелькали сзади, сбоку, спереди. Когда он уставал, они подхватывали его. Он кружился, кружился, кружился. Всю зиму медвежонок поел. Нос у него был сухой и горячий. И только весной, когда зазвенела копейка и прилетели птицы, он открыл глаза и увидел на такой редкий ежика. А ежик сидел, улыбался и шевелил иголкой. Что ты здесь делаешь? Просил медвежонок. Жду, когда ты выздоровеешь, ответил ежик. И долго всю зиму. Я, как узнал, что ты заболел, что ты объелся с небем, сразу перетащил все свои запасы к тебе. И ты всю зиму просидел возле меня на табуретке? Да. Я поел тебе еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку. Не помню, сказал медвежонок. Еще бы, вздохнул ежик. Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. А я так боялся, что к весне ты растаешь.